Доброе утро! Сегодня хочу предложить вам отличный рецепт приготовления такого осеннего овоща, как баклажан. А если у вас есть какие-то свои рецепты, более интересные, может быть, чем мои, вы можете поучаствовать в конкурсе, который проводит магазин «Амбий Квартал» с 15 ноября по 23 декабря. Подробности вы сможете узнать на сайте. Итак, сегодня мы баклажан будем запекать. Кстати, баклажан отлично подходит, как такой некий контейнер для начинки. Сегодня мы будем с вами использовать непосредственно сам баклажан, а именно его мякоть. Вот таким способом, ложкой, мы ее вынимаем и превращаем баклажан в тот самый контейнер. Баклажаны активно используют в кулинарии многие страны мира. Его можно запекать, жарить, можно тушить, готовить на гриле, также использовать для приготовления салатов и икры. Итак, сковороду отправляем на огонь и добавляем немного сливочного масла. Баклажан мелко порубили, сейчас масло растает и мы приступим к приготовлению нашей начинки. Обычно все рецепты требуют перед готовкой баклажан замочить в растворе соли и воды для того, чтобы убрать горечь. Но сейчас современные сорта баклажан уже не содержат практически таких веществ. Но существует еще и другое мнение, что в соли его нужно замочить для того, чтобы он впитывал меньше масла. И нам понадобится немного красного лука. Уже более полутора тысяч лет баклажан известен людям и используется в кулинарии. Первыми его стали использовать в Китае и странах Центральной Азии. Итак, немного соли и перца. Итак, начинка готова, осталось нафаршировать баклажаны и отправить это все в духовку, которую мы заранее разогрели до 180 градусов. Нам понадобится немного укропа, его мелко порубим. Начинку выложим в баклажаны, посыпем укропом и будем запекать. Итак, баклажаны выкладываем на пергамент и остался последний штрих, нам нужно натереть немного твердого сыра. Я взял пармезан, натираем его на крупной терке. и засыпаем сверху на баклажан. И еще немного оливкового масла. Итак, баклажаны готовы, отправляем их в духовку. Я думаю, минут 20-25 будет достаточно при температуре 180 градусов. А я вам напоминаю, что мы традиционно готовим на кухне Джулия Новорс, мне видно, на центре магии. Поверьте мне, любое блюдо, приготовленное на такой кухне, будет не менее вкусно, чем в самом изысканном ресторане. Итак, прошло 25 минут. Итак, баклажаны готовы, отличный на вид, отличный запах. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Для приготовления запеченных баклажанов вам потребуется средний баклажан, один помидор, половина луковицы, 70 граммов тертого сыра пармезан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова